Здравствуйте! Сегодня мы с вами создадим серию открыток со смешными персонажами. Для работы нам понадобятся стакан с водой, акварельные краски, белый акрил или гуашь, клеющий карандаш, синяя гуашь и тушь, какой-нибудь стаканчик или плашечка, кисти, гелевые ручки и маркер, карандаш, гелевая ручка белого цвета, ножницы. Для того, чтобы было аккуратно, нам необходимы тряпочки и салфетки. Также нам нужна будет бумага белая и цветная. Мы будем использовать технику коллажа, поэтому могут быть еще газеты, журналы или обрывки. Еще я подготовила заготовку с эмоциями персонажей. Они понадобятся нам в работе. И, возможно, нам понадобится трубочка соломинка для того, чтобы раздувать тушь. Сначала мы потренируемся создавать персонажей. Для этого я взяла гуашь и белый акрил. Беру кисточку. И обратите внимание, у меня совсем здесь нет воды пока на кисти. Я начинаю создавать мех. Для этого я тренируюсь следующим образом. Я прижимаю кисточку к бумаге и резко убираю. Таким образом я просто смотрю, каким мех может быть. Он может быть лохматым, он может быть таким вот мелким, пушистым. Можно крутить, либо можно ввести из центра и создавать вот такие вот. Если гуашь немножко подсохла, мы добавим немного воды туда. Но прежде чем начинать рисовать, сначала нужно убрать лишнее с помощью таких вот примакиваний к палитре. И теперь снова можно что-то делать. Сейчас я создаю как бы фигурки персонажей, с которыми мы потом будем работать и тренироваться, прежде чем создавать открытки. Обратите внимание, что все вот эти вот фактуры абсолютно разные. И они создают, каждый из них создаёт какое-то своё настроение. Как сделать из таких пятен весёлых персонажей? Ну, прежде всего нужно добавить туда глаза, рот, какую-то мимику, эмоции. Вот у меня потихонечку прорисовывается целая компания. То есть глаз. Всё, готово. Теперь нам нужно присмотреться к тем образом, которые у нас получились, и немножко подождать, когда акриловая краска подсохнет. Заготовки наши подсохли. Теперь мы можем оживлять их и создавать персонажей. Я хочу, чтобы он у меня смотрел в сторону. Поэтому зрачки я рисую немножечко сбоку. То есть он у меня посматривает вправо. Если персонаж будет смотреть прямо на зрителя, значит, тёмные пятнышки мы можем поставить прямо в центре. У нас получается вот такая вот потоковая работа. Вот. Все мои персонажи обзавелись зрачками. Теперь надо подумать над тем, что они будут делать, как они будут двигаться. Будут ли у них ручки, ножки или усики. Я их добавляю и сразу понимаю, что здесь у меня и ножик будет. Четыре или шесть. А также я могу добавить ему крылышки. Один персонаж может задать настроение для всей команды, для всей группы. Поэтому вы можете импровизировать и что-то придумывать прямо на ходу. У вас могут быть абсолютно разные персонажи. Нужно только как следует к ним приглядеться. Например, вот этот очень похож на кота. Престым способом из любого пятна можно создать птицу, кота или какую-нибудь мошку. После того, как мы добавили все детали, которые мы хотели, можно на некоторое время отложить персонажей и потом вернуться к ним снова и добавить какие-нибудь еще детали. Но основной принцип в том, что мы берем пятно, добавляем ему глаза, детали, оживляем это пятно с помощью каких-то штрихов. И потренировавшись на каком-то одном листочке, используя технику сухая кисть, можно уже создавать, в принципе, открытки, оформлять такими персонажами Валентинки. Или какой-нибудь сделать подарок и оформить с помощью такого персонажа упаковку. Еще мы попробуем с вами создавать пятна другим способом. Я это называю большой плюх. Мы берем кисточку, смачиваем ее водой. Основание кисточки смакаю в краску какого-нибудь цвета, а кончик в краску другого цвета. И у нас на кисточке получается два оттенка. И со всего размаха я прижимаю кисточку к бумаге. Потом набираю какой-нибудь другой цвет. И снова делаю такое движение. За несколько секунд на моем листе появляется целая компания каких-то бабочек, мошек. Или то, что мы придумаем с этими образами. Пока акварель не подсохла, можно сразу начать дорисовывать. Нам нужно обязательно добавить глаза, какой-нибудь носик, зрачки и дорисовать детали. Здесь я решила сделать целую компанию вот таких вот. Стрекоз, можно так сказать. Или бабочек. Как у вас получится. Для работы лучше взять сразу несколько ручек с черного цвета, потому что они либо смачиваются слишком сильно, либо подсыхают в процессе. То есть лучше иметь запас. Можно добавить солнышко. Если мы добавляем какие-то детали окружающей среды, у нас сразу создается композиция. Не просто персонаж, но целая история, которая происходит. Например, если я здесь нарисую банку с цветами или с вареньем, или еще с чем-то, мы сразу будем понимать, что здесь какая-то сюжетная линия разворачивается. Но я нарисую все-таки цветочек. Вот весенняя такая композиция получилась. В работе мы можем также использовать технику коллажа. Для этого мы берем кусочки газет или каких-нибудь журналов, просто цветную бумагу и приклеиваем их к бумаге. Клещем карандашом. Я очень люблю корейские, японские газеты, потому что мне очень нравится, как выглядят иероглифы. И вот здесь я хочу с помощью такой вот фактурной бумаги создать тоже персонажи и образы. Например, я приклеила три кусочка газеты. И теперь сверху я могу затонировать эту газету еще и цветом. У нас получается вот такая интересная фактура. Пока я делала эти пятна, я поняла, что это у меня будут лягушки. И добавляю детали. Вот такие вот пятна. Выжидаем несколько минут, чтобы акварель немножко улеглась и подсохла. Сохнет довольно быстро. Можно добавить кружочки глаз. А из пятнышек, как мы уже с вами попробовали, можно сделать много мошек. После того, как наша заготовка подсохла, мы можем создавать окончательный рисунок. Добавляем, как и в первый раз, эмоции, детали, характеры персонажа. Вот такая семейка. Папа, мама и маленький лягушон. После того, как мы потренировались, мы можем приступить к основной части нашей работы и создать несколько открыток. Для этого нужно использовать плотную бумагу, ватман или картон. Форма открыток может быть любая. Вы можете вырезать какое-то сердечко. Можно сложить лист пополам просто и создать вот такую вот открытку. А можно сделать открытку с элементом объема, вот такую поп-ап. Ну, я покажу, как это просто сделать. Мы берем, складываем лист пополам. Хорошенько продавливаем сгиб. Затем берем ножницы и делаем два одинаковых разреза. Загибаем листок в одну сторону, в другую. И проталкиваем этот разрез. И у нас на сгибе получится вот такой элемент. Открытка при том, когда мы начинаем ее разворачивать, создает нам небольшую сцену, на которой мы можем поместить какого-то нашего персонажа. Также мы можем вырезать сердечко из бумаги. Для этого тоже складываем лист пополам. Можно сначала предварительно нарисовать, чтобы аккуратно и хорошо вырезать ровно. И создаем вот два таких полукруга, оставляя вот этот вот неразрезанный уголок, сгиб. И так же вырезаем. Теперь мне нравится. Итак, возьмем и сделаем несколько открыток. Сердечко с элементом поп-ап. И обычная сложная вдвое бумага, которая может создать такую вот историю для наших персонажей. Я беру белый акрил или гуашь и начинаю работать. Мы уже научились с вами рисовать вот такой полусухой кистью. И здесь я нарисую вот таких вот снежных персонажей. Можно сделать снеговичка, можно сделать снежных мошек или каких-нибудь пушистых образов. Какие-то пушистые образы. Вот я так и буду делать. Это заготовка для первой отлитки. Думаю, что это у меня будет два котика, а может быть два зайца. Это мы решим чуть попозже. А пока мы отложим эту заготовку в сторону, чтобы она подсохла. И займемся другими. Для заготовки с объемным элементом можно использовать технику, которую мы с вами уже попробовали делать. С помощью акварели создадим пятна, а сюда посадим какую-нибудь лягушечку или целый хор лягушек. Развернем лист. Сейчас нам не нужно, чтобы он был в объеме. И создаем наши пятна. И мы сюда его приклеим из какого-то кусочка цветной бумаги или старой палитры. Пока мы все это делаем, можно подумать, что мы напишем на наши открытки. Будет ли у нас там какое-то поздравление, или это будет просто интересный рисунок внутри. А теперь снова добавляю глазки, усики, носики, какие-то крылышки, детали. Ждем, когда подсохнет и откладываем в сторону. И возвращаемся к той открытке, которая у нас уже готова. Ну, наверное, все-таки это будут зайцы. Гелевая ручка с белой пастой. Чтобы дорисовать образом то, чего не хватает, например, у зайцев обязательно должны быть уши. Вы можете импровизировать, придумать каких-то других персонажей. Это могут быть, еще раз повторюсь, коты, снеговички, цыплята. А внутри вы можете что-то написать и добавить сюда какой-то еще элемент. Вот такой вот образ вышел. Вернемся к предыдущей работе, которая у нас еще не до конца доделана. Для приема у нас будет вот такая объемная открытка и нам нужно придумать, что будет у нас на переднем плане. Беру газеты, раз, покруглее сделаем, два. И добавим акварельного тона. После того, как персонажи наши высохнут, мы закрепим их в нашем поп-оп-открытке. Вот, немножко нужно будет подождать. И когда зритель будет открывать ее, на него будет смотреть целая веселая компания. Смазываем, клеем, прижимаем сюда и складываем. Это важно, чтобы потом у нас все хорошо открылось. И теперь наша открытка практически готова. Можно с обратной стороны сделать какой-то еще фон, чтобы у нас не было здесь дыры. Последние персонажи, которые мы можем с вами использовать, и мы сегодня пробовали это делать. На обычной сложенной вдвое бумаге мы нарисуем кляксочку. Раздую ее трубочкой. У нас получится как будто такое вот дерево с какими-то птичками. И что-то написать. И тогда открытка у нас будет почти готова. Хэллоу Спринг. Этот мастер-класс для вас провела Хабибова Алевтина, доцент кафедры декоративного искусства и дизайна Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.